Преступников, которые ограбили и избили питерского блогера-миллионера, сейчас разыскивают полицейские. Специалист по заработку на криптовалюте, широко транслировавший в сеть инструкцию, как разбогатеть, сейчас банкрот. Из его дома вынесли 25 миллионов рублей. Павел Няшин, под таким именем его знает интернет-пространство, находится в больнице. Его здоровье оказалось сильно подорвано после этого происшествия. Пострадавший, как выяснил Антон Талпо, продолжает общаться с фолловерами через всемирную паутину, но его подписчики не оказывают никакой поддержки. Более того, они уверены, что погорел он на хвостовстве. И кажется, только сейчас, с повязкой на голове, гематомой на глазу, блогер-миллионер и криптовалютчик Павел Няшин познал смысл крылатой фразы «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе». Хотя прежде в интернете он хвастал состоянием. Вот фото с пачками денег и со счетной машинкой. Няшин говорил, что неприлично богат и даже обмолвился однажды о доме, где деньги лежат. В этом самом доме, кстати, судя по фото, и деньги даже на стенах. Правда, теперь воротило биткоиновых бирж Няшин, сам признает, поплатился за неосмотрительность. К нему домой заявились преступники и унесли с собой все ценно. Когда они залетели в дом, сбежали, сразу же мне прикладом от пистолета ударили в глаз, положили на пол, связали. Потом побежали на второй этаж, связали моего товарища, стали угрожать, хотели вообще поначалу похитить. Но так как узнали, что дома есть наличность, забрали сейф. Там была сумма эквивалентная около 24 миллионов рублей и много документов, которые мне нужны были по жизни. Преступников, конечно же, ищут. Няшин, это, кстати, его псевдоним, дает показания. Он заявил, что незадолго до налета с ним в социальных сетях связывался незнакомец. Представился инвестором, сказал, что хочет вложиться в криптовалюты и попросил Няшина от его имени торговать на бирже. Сам Няшин не исключает, что в числе непрошенных гостей был и его новый клиент. Один человек был не в маске, то есть его лицо я отчетливо помню. Если увижу, узнаю. Это был человек в маске Деда Мороза. То есть у него была просто шапка и очки обычные, стеклянные очки. То есть он глаза не закрывал и борода обычная, то есть и одежда, куртка. То есть неполный костюм Деда Мороза и остальные грабители были в масках. Судя по всему, преступники собрали на блогера исчерпывающее досье. Все знали наверняка, что им будет чем поживиться, ведь Няшин – это пример того, как в 23 года можно проснуться богатым и знаменитым. Он записывал видео для своей страницы в социальных сетях, где учил торговать подписчиков на биткоин-биржах. Его даже приглашали к себе в гости суперизвестные на просторах интернета блогеры. Им он тоже хвастал благосостоянием. Ну вот, допустим, среднюю зарплату российскую за сколько сможешь заработать? Сейчас гляну. Ну вот, пока ты этот вопрос задавал, я уже 10 таких зарплат заработал. А вот Няшин наглядно демонстрирует, сколько он заработал за минувшие сутки. Завлекает подписчиков шерестом купюр. Обещает смонтировать свое лучшее видео. Вот мне хочется посмотреть, как это будет в монтаже выглядеть с заменой фона. Ну-ка. Каким образом преступники узнали адрес блогера, еще предстоит выяснить. Но очевидно, что сделать это было несложно. В этом налетчиком помог, как это странно не звучит, и сам Няшин. Вот одна из его записей. На видео криптовалютчик показывает апартаменты. Так, ну наконец-таки я переехал на новую квартиру. Ну, в принципе, я вот только-только заехал. И, в принципе, пока еще ничего сюда толком не привез. В итоге, после случившегося, в МВД завели уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Преступников ищут. К слову, Няшину еще предстоит оценить весь ущерб. Дело в том, что налетчики забрали его компьютер, с помощью которого он торговал на биткоин-бирже. Удалось ли им взломать аккаунт блогера-миллионера и вывести криптовалюту, не знает пока и сам Няшин. Антон Талп, Екатерина Сафронова и Кирилл Завьелов. НТВ. Санкт-Петербург.